Невозможно принять аргументы некоторых наших коллег о том, что случилось внезапное, стремительное обрушение существовавшего десятилетиями мирового порядка. Скорее напротив, события последнего года подтвердили справедливость наших предупреждений относительно наличия глубоких, системных проблем в организации европейской безопасности и в международных отношениях в целом. Хотел бы напомнить о речи, которую президент Путин произнес с этой трибуны 8 лет назад. Конструкция стабильности, которая опирается на устав ООН, на хельсинские принципы, давно подорвана действиями Соединенных Штатов и их союзников в Югославии, когда ее разбомбили, в Ираке, в Ливии, подорвана расширением НАТО на восток, созданием новых разделительных линий. Проект построения общеевропейского дома не состоялся именно потому, что наши партнеры на Западе руководствовались не интересами возведения открытой архитектуры безопасности при взаимном уважении интересов, а иллюзиями или убеждениями победителей в холодной войне. И торжественно взятые в рамках ОБСЕ, в рамках Совета России и НАТО обязательства не обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других остались на бумаге, а на практике были проигнорированы. Проблемы противоракетной обороны – яркое свидетельство мощного деструктивного влияния односторонних шагов в сфере военного строительства в разрез с законными интересами других государств. Наши предложения о совместной работе на противоракетном направлении были отвергнуты. Взамен нам советовали подключиться к созданию американской глобальной ПРО строго по лекалам Вашингтона. Она, как мы не раз подчеркивали и объясняли на фактах, несет в себе реальные риски для российских сил ядерного сдерживания. Любое действие, подрывающее стратегическую стабильность, неизбежно влечет за собой ответные меры. Тем самым наносится долгосрочный ущерб всей системе международных договоров в области контроля над вооружениями, жизнеспособность которых напрямую зависит от фактора противоракетной обороны. Мы даже не понимаем, с чем может быть связана американская одержимость с созданием глобальной ПРО строго, со стремлением к неоспоримому военному превосходству, с верой в возможность технологически решить проблемы, которые по сути своей являются политическими. Как бы то ни было, ракетные угрозы не снизились, но в Евроатлантике возник сильный раздражитель, избавляться от которого предстоит очень долго, но мы к этому готовы. Другим дестабилизирующим фактором стал отказ Соединенных Штатов и других членов НАТО ратифицировать соглашение об адаптации до всех, что и похоронило этот договор. При этом в каждой ими же созданной сложной ситуации наши американские коллеги пытаются перевести стрелки на Россию. Вот возьмем оживившиеся в последнее время разговоры о договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Специалистам хорошо известно о действиях Соединенных Штатов, которые идут вразрез с духом и буквой этого документа. Например, в рамках создания «Глобальной ПРО» Вашингтон развернул широкомасштабную программу создания ракет-мишеней с характеристиками, аналогичными или близкими к запрещенным ДРСМД наземными баллистическим ракетам. Под договорное определение крылатых ракет средней дальности наземного базирования подпадают широко применяемые Соединенными Штатами ударные беспилотники. Прямо запрещены договором пусковые установки против ракет, которые вскоре будут развернуты в Румынии и Польше, поскольку из них могут запускаться и крылатые ракеты средней дальности. Отказываясь признавать эти факты, американские коллеги утверждают о наличии у них неких обоснованных претензий к России, применительно к ДРСМД, но старательно избегают конкретики. С учетом этих, да и многих других факторов, пытаться сводить нынешний кризис с событием прошлого года значит впадать в опасный самообман, по нашему мнению. Мы считаем, что имеет место кульминация проводившегося в течение последней четверти века курса наших западных коллег на сохранение любыми средствами своего доминирования в мировых делах на захват геополитического пространства в Европе. От стран СНГ, наших ближайших соседей, связанных с нами столетиями экономически, гуманитарно, исторически, культурно, даже в семейном плане, требовали сделать выбор либо с Западом, либо против Запада. Это логика игр с нулевым результатом, который вроде все хотели бы оставить в прошлом. Не выдержало испытания на прочность стратегической партнерства России и Европейского Союза, который предпочел конфронтационный путь развитию механизмов взаимополезного взаимодействия. Как тут не вспомнить об упущенной возможности реализовать выдвинутую канцлером Ангелой Меркель в июне 2010 года в Мезерберге инициативу создания Комитета России и ЕС по вопросам внешней политики и безопасности на уровне министров иностранных дел. Россия поддержала эту идею, но ее отверг Евросоюз. А такой механизм постоянного диалога, если бы он был создан, позволял бы более оперативно и эффективно решать проблемы и заблаговременно снимать взаимную озабоченность. Что касается собственной Украины, то, к сожалению, на каждом этапе развития кризиса наши американские коллеги под их воздействием и Европейский Союз предпринимали шаги, которые вели к эскалации. Так было, когда Евросоюз отказался обсуждать с участием России последствия введения в действие экономического блока соглашения об ассоциации с Украиной. Затем был прямо поддержан государственный переворот, а до этого были поддержаны антиправительственные беспорядки. Так было и когда наши западные коллеги раз за разом выдавали индульгенции киевским властям, которые вместо выполнения обещания о начале общенационального диалога начали масштабную военную операцию, объявив террористами своих граждан, не согласных с антиконституционной сменой власти и разгулом ультранационалистов. Нам очень трудно объяснить, почему в сознании многих наших коллег на Украину не распространяются универсальные принципы урегулирования внутренних конфликтов. Эти принципы предполагают прежде всего инклюзивный политический диалог между протагонистами. Почему в случае, например, с Афганистаном, Ливией, Ираком, Йеменом, Мали, Южным Суданом наши партнёры настойчиво призывают правительство договариваться с оппозицией, с повстанцами, даже с экстремистами в отдельных случаях. А в отношении украинского кризиса поступают иначе, фактически потакая силовой операции Киева, вплоть до оправдания или попыток оправдать применение кассетных боеприпасов. И, к сожалению, наши западные коллеги склонны закрывать глаза на всё, что говорится и делается киевскими властями, включая разжигание ксенофобских настроений. Позволю себе цитату. Украинский социал-национализм считает украинскую нацию кровно-расовой общностью. И далее. Вопрос тотальной украинизации в будущем социал-националистическом государстве будет решён на протяжении 3-6 месяцев с помощью жёсткой и взвешенной государственной политики. Автор депутат Украинской Верховной Рады Андрей Белецкий, командир полка АЗОВ, которые активно участвуют в боевых действиях на Донбассе. За этнически чистую Украину, за уничтожение русских и евреев, неоднократно публично выступали и другие, прорвавшиеся в политику и во власть деятели на Украине, включая Яроша, Тегнебока и лидера представленной Верховной Раде радикальной партии, господина Лешко. Эти высказывания не вызывали никакой реакции в западных столицах. Я не думаю, что сегодняшняя Европа может позволить себе игнорировать опасность распространения неонацистского вируса. Украинский кризис не может быть урегулирован с помощью военной силы. Это подтвердилось прошлым летом, когда ситуация на поле боя заставила подписать минские договорённости. Подтверждается это и сейчас, когда захлёбывается очередная попытка одержать военную победу. Но, несмотря на это, в ряде стран Запада всё громче раздаются призывы усилить поддержку курса киевских властей на милитаризацию общества и государства, накачать Украину смертоносным оружием, втянуть в НАТО. Селяет надежду крепнущая в Европе оппозиция таким планом, который способен лишь усугубить трагедию украинского народа. Россия будет и далее добиваться установления мира. Мы последовательно выступаем за прекращение боевых действий, отвод тяжёлых вооружений, начало прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском, о конкретных путях восстановления общего экономического, социального и политического пространства в рамках территориальной целостности Украины. Именно этому были посвящены многочисленные инициативы Владимира Путина в рамках нормандского формата, которые позволили запустить Минский процесс, наши последующие усилия по его развитию, включая вчерашние переговоры в Кремле лидеров России, Германии и Франции. Эти переговоры продолжатся, как вы знаете. Мы считаем, что есть все возможности достичь результата и согласовать рекомендации, которые позволят сторонам реально развязать этот конфликтный узел. Важно, чтобы все осознали реальные масштабы рисков. Пора избавиться от привычки рассматривать каждую проблему отдельно, не видя за деревьями леса. Пора оценить обстановку комплексно. Мир сегодня находится на крутом переломе, связанном со сменой исторических эпох. Родовые муки нового мироустройства проявляются через возрастание конфликтности в международных отношениях. Если вместо стратегического глобального видения вверх возьмут конъюнктурные решения политиков с оглядкой на ближайшие выборы у себя дома, то возникает опасность утраты контроля над рычагами глобального управления. Напомню, что на начальном этапе сирийского конфликта многие на Западе призывали не преувеличивать угрозу экстремизма и терроризма, утверждая, что она потом как-нибудь сама рассосется. И что главное – добиться смены режима в Дамаске. Мы видим, что из этого вышло. Огромные территории на Ближнем Востоке, в Африке, в Афганно-Пакистанской зоне становятся неподконтрольными легитимным властям. Экстремизм выплескивается в другие регионы, включая Европу. Обостряются риски распространения оружия массового уничтожения. Взрывоопасный характер приобретает ситуации в Ближневосточном урегулировании в других зонах региональных конфликтов. Адекватной стратегии по сдерживанию этих вызовов до сих пор не выработаны. Хотелось бы надеяться, что сегодняшняя и завтрашняя дискуссия здесь, в Мюнхене, приблизит нас к пониманию того, на каком уровне находятся усилия по поиску коллективных ответов на общие для всех угрозы. Разговор, если рассчитывать на серьезный результат, может быть, конечно, только равноправным, без ультиматумов, без угроз. Мы по-прежнему убеждены, что весь комплекс проблем было бы намного легче решать, если бы крупнейшие игроки договорились о стратегических ориентирах своих взаимоотношений. Недавно уважаемый мной постоянный секретарь Французской Академии Илен Каррер-Донкос сказала, что настоящая Европа не может быть без России. Мы хотели бы понять, разделяют ли эту точку зрения наши партнеры, или же они склонны продолжать курс на углубление раскола общеевропейского пространства и противопоставление друг другу его фрагментов. Хотят ли они создавать архитектуру безопасности с Россией, без России или против России? Ну и, разумеется, наши американские партнеры тоже должны ответить на этот вопрос. Мы давно предлагаем приступить к строительству единого экономического гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, пространство, которое опиралось бы на принципы равной неделимой безопасности и которое охватывало бы как членов интеграционных союзов, так и не входящие в них страны. Особая актуальность имеет создание надежных механизмов взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Мы приветствуем намечающуюся поддержку этой идеи ответственными европейскими лидерами. В год 40-летия Хельсинского акта и 25-летие Парижской хардии Россия выступает за то, чтобы наполнить эти документы реальной жизнью, не допустить подмены закрепленных в них принципов, обеспечить стабильность и процветание на всем евроатлантическом пространстве на основе подлинного равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Желаем успеха сформированной в ОБСЕ группе мудрецов, которая должна прийти к консенсусу в виде своих рекомендаций. Отмечая 70-летие окончания Второй мировой войны, следует помнить об ответственности, которая лежит на всех нас. Спасибо за внимание. Продолжение следует...